Здравствуйте! В этом ролике пойдет разговор о вибростоле размером 100 на 53. Стол полупромышленного производства, то есть предназначен для полупромышленного изготовления виброизделий. Виброплитки и изделий для отделки стен, то есть декоративных изделий на основе пескобетонной и гипсовой смеси путем вибрации. То есть, значит, стол предназначен для изготовления изделий методом вибролитья, если в двух словах сказать. Значит, стол изготовлен у нас из профиля, толстостенного профиля 50 на 50, ребят, везде 50 на 50. Значит, толстостенный 4 мм, фанера 21 мм, толстая, очень мощная фанера с возможностью замены. Выкручиваем, покупаем новую, меняем. Значит, сюда можно установить ДСП, если износится фанера, можно металлический лист. Но металлический лист обязательно привариваем. Пружины высоконадежные, промышленного изготовления, предназначенные для промышленности. Значит, все изделия, которые вы видите на столе, кроме вот этой вилки, изготовлены в России, на российских предприятиях. Значит, так, состоит из двух частей. Неподвижная часть с низкими ножками. Почему такая конструкция стола? Конструкция стола для установки на какой-то стол или на какое-то изделие необходимое, ну как изделие, в общем, на уровень, который вам удобен для работы. Стол, конечно, неудобен для работы, то есть надо устанавливать на что-то другое. Вот этот стол у меня очень высокий. Значит, верхняя часть соединена через пружины. Значит, мотор пыли-влагозащищенный промышленного изготовления, российский завод. Никакие тут я никогда в жизни не использовал точилки. Знаете, некоторые люди делают на основе вот таких точилок китайских, вот, они, понимаете, разваливаются. Они сделаны из такого тонкого силамина, что разлетаются моментально. Значит, принцип действия я рассказал, я вам из чего сделано рассказал. Ну, основная, значит, основной посыл вот именно в такой конструкции стола, это для того, чтобы сэкономить ваши деньги, потому что ножки длинные, ножки длинные, они удорожают где-то на полторы тысячи стол, люди хотят подешевле, вот, и затрудняют отправку в регионы. То есть, ребят, вот такой стол отправляется намного дешевле, чем он будет с длинными ножками, ребят. Так, дальше, значит, стол требует обязательного заземления, потому что к нему подведено электричество. Там, хотя внутри все установлено специальный клей, то есть, гайки не открутятся, но постоянно есть возможность, что, ну, мало ли, какой-то проводочек. Так, для этого, значит, есть соответствующее отверстие, сюда прикручиваете болтик проводом и к любому заземлению. Так, дальше. Значит, что происходит с доставкой, ребят? Я нахожусь в городе Москве. В Москве все это, значит, очень просто. Подъезжаете, я вам включаю, демонстрирую. Грузим в любую машину, забираете, уезжаете. В любой жигуль влазит спокойно. В любой багажник иномарки даже без разбора влазит. Дальше. С регионами как быть, ребят? С регионами я доставкой не занимаюсь, чтобы исключить себя от мошенников, ребят. Потому что в любой области у нас есть мошенники. А как действуют мошенники в данной области? Сейчас я вам расскажу. Мошенники действуют очень просто. Заказывают вибростол в какой-нибудь Новосибирск. Я отправляю. Стол туда приходит, лежит месяц. Мне звонят с компанией, говорят, ваш стол не забрали. Соответственно, его надо доставлять обратно. Получается, что, ребят, я плачу за доставку в ту сторону, я плачу за доставку в эту сторону. То есть стол можно сразу оставить там, в Новосибирске, грубо говоря. Поэтому, чтобы исключить это, у меня свой канал на Ютубе. Посмотрите, сколько у меня подписчиков. Мошенником я являться уже, соответственно, не могу. Потому что, ну, сами понимаете, меня пол Москвы уже знает. Не только пол Москвы, пол России. Вот, соответственно, я вам говорю габариты. Вот, допустим, габариты этого стола для того, чтобы послать, допустим, к вам. Значит, у него габариты 53 на 53, высота 30. Вес, ребят, вес 38 килограмм. Задаете вот эти параметры. Говорите, город Москва с забором по адресу города Москвы. Вам выставляют счет. Если вас счет устраивает, заказывайте. Если дорого, поищите поближе, там, в ваших регионах. Значит, стол очень тяжелый, ребят. Почему? Потому что здесь все сделано очень массивно. Это не игрушка какая-то, там, чтобы она весила, там, 15-20 килограмм. 15-20 килограмм вибростол не может весить. Потому что здесь рассчитано все, ребят. Эксцентрики с вибраторами рассчитаны на массу вибростола. То есть, понимаете, каждая мелочь здесь рассчитана годами. Я уже не первый год продаю вибростолы. Вот, я их делаю такой вот, такими небольшими партиями. Раньше я делал их по 20 штук. Но 20 штук очень тяжело делать. Поэтому сейчас я делаю по 6-8 столов за партию. Разбирают их очень быстро. Так что, кому надо, заказывайте. Не откладывайте. Значит, вся моя реклама будет, так сказать, в описании ниже. Под видео адрес сайта, телефон. Все будет пониже. Вот, сейчас я покажу, как он работает. Так, включаем. Сейчас устанавливаем такой, в общем-то, примитивный груз, ребят. Я устанавливаю, чтобы не портить стол через газетку. Потому что это изделие мне надо еще продать. Так. Теперь включаем. Это промышленная кнопка. Кто из СССР, ребят, те помнят. У нас такие вот кнопки были на каждом оборудовании. То есть, это заводская промышленная кнопка. Ну, произведена в Украине, потому что это было раньше единое государство. Вот, включаем. Так, подождите. Ой. Так, ребята, вибрация настроена уже на нормальное изготовление виброплитки и виброизделий для литья из песка бетона и гипса, ребят. Но увеличить вибрацию можно. В каждом эксцентрике есть специальное отверстие, куда вы вкручиваете грузик, и вибрация увеличивается во много, точнее, на много раз. Не в, а на. Вот. Но я бы не советовал. Почему? Увеличивая вибрацию, тем самым вы не улучшаете изделие, а тем самым вы, типа, ускоряете процесс, а на самом деле это происходит, так сказать, обман. С такой самообман. Вот. Потому что у каждого изделия должно произойти определенное, пройти определенное время, чтобы оттуда вышла влага, вышел воздух, но чтобы не кипела песка бетонная смесь. Как только она кипит, происходит, начинает происходить обратный процесс, проникновение воздуха в ваше изделие. То есть вибрация должна быть щадящая для изделия. Поэтому сами литьевые формы, ну, это подобие литьевой формы, это предназначен стол для литья, для вибрации в литьевые формы, вы понимаете, да, о чем мы разговариваем. Вот. Они не должны скакать, они не должны носиться по этому столу. Поэтому, соответственно, вибрация уже настроена. Годами проверено, жалоб от покупателей не было ни одной. Вот. Самая мягкая вибрация посередине стола, если вам надо ее увеличить, переносите к углам. Здесь она более скачущая. Поэтому я всегда говорю, что максимальный размер стола не должен превышать один метр. Один метр – это максимум для одного мотора. Вот. Если вы где-то будете заказывать большого размера стола, имейте в виду, что метр двадцать требует уже двух моторов. То есть у вас по бокам будет просто скакать форма, у вас не будет получаться литье. Но из опыта скажу, никто не загружает целый стол. Никто. Вот. Все в основном пользуются как. Кладу две-три формы, и все. Кто-то помогает. Включили мотор, поставили формы после включения мотора. Не до, а после. Один человек вибрирует, снимает, откладывает. Другой ему подает формы. Или вы уже наготовили формы, и сюда подаете, укладываете. Вот. Снимать формы лучше до выключения, потому что у каждого вибростола происходит уменьшение оборотов двигателя, и, соответственно, вот эта вот остаточная вибрация, которая, в общем, нежелательна. Значит, мотор, расскажу, промышленного назначения. Это промышленные моторы. Все моторы абсолютно новые. Продаются в упаковках, в коробках, все в целлофане. Абсолютно пылинка не сидела на них. Значит, вибраторы вырезаны плазменным образом на плазморезе. То есть, не на том плазморезе, которыми руками режут, а это промышленная плазма резка. То есть, это закладывается лист, огромный лист, и робот режет плазмой диски. То есть, диски с до миллиметра точные. Значит, конденсаторы. Все заводское, все новое, ребят. Мотор промышленный, пылевлагозащищенный, предназначен для промышленных изделий, для различного рода станков и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это не бытовуха, ребят, и никакой не Китай. Все произведено в России. Все, что вы видите, кроме вот этой вилочки. Вилочка Китай. Все остальное заводского изготовления. Так что, ребят, еще раз, ссылки в описании. Телефон в описании. Переходите на сайт. Покупайте. С апреля по сентябрь занимаюсь производством. В зимнее время, как правило, у меня очень мало столов, потому что они не, как вам сказать, они не нужны зимой никому. То есть, мало-мало очень покупают зимой. Но за летний период очень хорошо разбирают. Поэтому сейчас апрель я выкладываю рекламу. Это абсолютно новые столы, которые произведены вот буквально на прошлой неделе. Еще очень сильно пахнут краской, ребят. Вот. Все, до свидания. Ролик затянулся. Значит, типоразмеры, ребят, абсолютно разные. Вот самый маленький стол 50 на 70 идет. Ну, соответственно, он чуть дешевле. А самый большой, вот я делаю метр. Ну, метр на 80 я делаю самый большой, потому что больше нет смысла. Иначе получается фанера у нас идет. Просто размер фанеры не дает делать больше размер. Вот. Поэтому размеры в основном я на заказ стараюсь не делать. Поэтому стараюсь делать уже те формы, которые пользуются наибольшим спросом. А наибольшим спросом пользуются, сейчас я вам скажу, 80 на 70, 75 на 75, 70 на 70. Ну, и вот такие вот, примерно, метр на 53. Вот примерно вот такие вот типоразмеры пользуются, в основном пользуются покупателями. Вот. Все. Город Москва. Заказывайте почты. Приезжайте, как хотите. Всю информацию я вам выдал. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова